Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Зима близко». К сожалению, на этот раз вы видите, что я не в студии. На самом деле очень важно оберегать коллег от возможности переноса вируса. На этот раз мы на некоторое время из-за локдауна будем беседовать на актуальные темы современного латвийского общества в формате «Зума». Я понимаю, что это, возможно, менее качественная аудио- и видеоверсия, но, надеюсь, не менее качественные наши с вами размышления. Получается, что именно в связи с техническими особенностями подобного удаленного разговора мы не сможем с вами вести какое-то время диалог, но, надеюсь, вскоре после этих четырех недель локдауна мы вернемся в студию, и тогда вы сможете обязательно делиться своими мнениями, размышлениями и комментариями, как это происходило долгое время в рамках программы «Культ просвет». На этот раз, я думаю, что важно поговорить как раз о том, в каком состоянии мы живем с вами с вчерашнего дня, с 21 октября, четверг, когда начался четырехнедельный локдаун. Всем нам хорошо известно, что это будет тяжелое время и в эмоциональном плане, и для многих это будет вопрос, что делать дальше, выживет ли мой бизнес, где я буду дальше работать и каким образом будет выглядеть мое будущее. Полагаю, что одна из особенностей этой длительной пандемии – это как раз вопросы, связанные с нашей экзистенциальной, скажем, сущностью. Кто мы такие? Куда мы направляемся? Что с нами произойдет? Все эти вопросы часто нам не удается задать себе и другим, потому что на это в быту просто не хватает времени. Я полагаю, что сегодня мы могли бы на время, скажем, остановиться и попробовать посмотреть на пандемию как на нечто более глубокое и, может быть, всеохватывающее. Не только как процесс, который длится с марта месяца 2020 года и выразился уже в нескольких локдаунах и в комендантском часе, в процессе вакцинации. Но давайте посмотрим на эти процессы и с точки зрения того, что происходило в латвийском обществе за последние 30 лет. Иными словами, за тот период, когда латвийское государство восстановило свою независимость, в 90-91 годах постепенно вернуло те институции и демократии, которые были у нее украдены и уничтожены режимом Ульманиса в 1934 году. И тем самым, начиная с первых выборов независимой республики в Сейм, мы как бы вернулись обратно в европейское политическое и культурное сообщество и стали тем самым частью Европейского союза, не только административно, территориально, законодательно и так далее, но стали также или вернулись обратно в западный мир. И здесь большой вопрос, вернулись ли мы туда. Для меня это, конечно, будут очень субъективные размышления, и прошу воспринять их как субъективные. Я не вещаю здесь правду, истину, я выражаю свое мнение, свою версию. Для меня возвращение в западный мир прежде всего означает возможность добровольного консенсуса между политической властью и обществом, ибо политическая власть не является ничем другим, как проекцией самих жителей конкретной страны и граждан конкретного общества. В латвийской ситуации это, к тому же, еще и тема неграждан, которые, увы, на протяжении многих лет только наблюдают за политическими процессами, очень медленно натурализируются, становятся гражданами Латвии, и тем самым, в принципе, в основном являются зрителями, а не участниками этого процесса. Это та тема, которая, к сожалению, уже давным-давно покрылась пылью, и я не вижу, чтобы и до пандемии, и во время этого процесса кто-то из политической элиты возвращался к теме «подождите, подождите, у нас 10% населения страны, которая не участвует в политических процессах». Если мы в них не участвуем, в какой-то степени из-за обид, да, это существует, и я нередко слышу это в разговорах с вами, уважаемые радиослушатели, когда вы звоните нам в студию и довольно часто и быстро сворачиваете темы именно на ощущение обиды. Обида индивидуальная и коллективная, та, которая суммируется, потому что это опыт множества людей, она становится и некоторой такой эмоциональной и политической массой или капиталом, и, несомненно, это тот опыт негражданина, который используется и в политической предвыборной кампании, будет использоваться, конечно же, в следующем году. Эта тема уже давала многим политическим, так называемым, русскоязычным партиям шанс и возможность мобилизовать своих избирателей и неизбирателей, но тех, кто, условно говоря, сочувствует, и представить себя как защитники русскоязычного населения. Увы, я должен сказать, что, по моему мнению, подобная форма гражданского участия и мобилизации, она в какой-то степени, как некоторое зеркальное отображение, копирует ситуацию, которая на долгие десятилетия, скажем, произошла и происходит, развивается в латышскоговорящей среде. Это как раз создание общины по некоторому этнически-языковому принципу. И, в принципе, ничего другого не стоило ожидать от общества, где мы не видим других возможностей, других сценариев и других форм. Мы, иными словами, заключены в некоторые свои узкие рамки, и мы не понимаем, что происходит, и мы не видим других сценариев, мы не видим других альтернатив. Например, хотя бы варианта ближайшего нашего соседа, Эстонии, где на коммунальных или выборах самоуправлений есть возможность участвовать, и не гражданам. Это некоторая предварительная стадия, ступень, может быть, для натурализации, для того, чтобы стать полноправным гражданином страны, и тогда уже выбирать свой Сейм, свой парламент и выбирать те партии, которыми мы довольны, и тем самым отстранять от власти тех, кто нам не угоден и кем мы недовольны. Вместо этого в Латвии этот вариант не происходит. Совсем недавно с большими муками и с большими протестами радикальной партии национальное объединение все-таки удалось принять законодательство, которое позволяет появляться на свет в независимой республике детям-неграждан и автоматически становиться гражданами этой страны. Потому что до некоторого времени все еще на протяжении этих десятилетий происходило производство, если так можно сказать, неграждан уже в независимой стране. В этом смысле, к сожалению, надо признать, что политическая нация как община граждан, активных граждан для латвийской политической элиты и для латышских партий, для так называемых русскоязычных партий или от того, что от них осталось, это не является приоритетом. Иными словами, я думаю, что мы до сих пор все еще живем по признакам этнических общин, групп, и, естественно, эти группы создают границы, которые, условно говоря, в сознании людей, которые принадлежат к этим общинам, границы эти переходить нельзя, недозволено или даже невозможно. Этническая нация есть, конечно, составная часть и политической общины, потому что в любой другой стране, где мы можем говорить о политической нации, например, ярчайшим вариантом или примером является Франция, то, конечно же, политическая нация как община граждан там тоже имеет под собой некоторые этнические основания, французский язык, культура, история Франции, в которой мигранты или жители, скажем, из других регионов мира, приехав во Францию, конечно же, скорее наблюдают за этой культурой, и вопрос, насколько культуры нацменьшинств могут стать составной частью государственной нации. Во Франции это происходит благодаря институту гражданства, институту политической активной общины. В латвийской среде, к сожалению, на протяжении этих десятилетий так и не решена проблема включения неграждан в политическую общину. Ясно, что нельзя никого, никоим образом заставить стать гражданином страны и участвовать в том, что происходит. С другой стороны, мы видим, что именно длительное, я бы сказал, хроническое разделение Латвии по этническому признаку это инструменты самоизоляции общин не только в этнических категориях, может быть, для, мне кажется, достаточно иллюзорных представлений о том, что только закрывшись, можно сохранить свою культуру. Я считаю, что ее можно сохранить, как раз открывая ее другим, популяризируя язык, культурное наследие и актуальную культурную жизнь, допустим, работы латышских художников, работы сценографов, работы в других областях, новую литературу, постановки и прочее-прочее. И я думаю, что именно межэтнические неправительственные организации, которые нацелены на решение социальных вопросов, могли бы стать своеобразным мостиком для того, чтобы постепенно, медленно создавалась скорее политическая община, чем разрозненные этнические группы. В Латвии это, увы, не происходит и не происходит хронически. И мы видим, что темпы натурализации, что называется, ниже плинтуса, поэтому только наше вступление европейское сообщество могло каким-то образом ускорить этот процесс и увеличить количество тех, кто претендовал на латвийское гражданство. Но на данный момент мы эти процессы почти похоронили, они застыли, и очень мало людей становится гражданами Латвии. Тем самым очень малое количество неграждан присоединяются к политической общине. В результате мы видим усиление именно праворадикальных националистических тенденций, что в латышской общине, что в русскоязычной среде. Потому что не секрет, что подобные общины, не зная другого опыта, обречены на то, чтобы копировать друг друга. И поэтому, как ни странно, в среде этнических меньшинств почти отсутствуют левые традиции социал-демократии или, скажем, солидарности по каким-то линиям социальной политики. Мы видим, что из среды этнических меньшинств появляются политики, которые столь же оголтело представляют праворадикальные и консервативные взгляды, среди которых, конечно же, представление о правильной, единственно правильной модели семьи, о традиционной ценности. Потому что ясное дело, что традиция прежде всего создается именно благодаря изменениям, благодаря движению и благодаря тому, что в семье появляется что-то новое. Но традиция становится некоторым символическим капиталом в руках подобных политиков. И мы знаем, что некоторые депутаты Латвийского Сейма, в том числе и госпожа Степаненко, сейчас создают свою новую, я очень надеюсь, зыбкую карьеру, политическую карьеру, как раз на основе подобных праворадикальных и довольно крикливых и, мне кажется, упрощающих мир фразах и идеях. И представление о том, что мир должен крутиться и создаваться по признаку и по принципам одного конкретного правого политика – это иллюзия. Мы видим, однако, некоторую тенденцию, что, например, господин Шлессерс, который активно готовится к выборам в семь следующего года, ибо страстно желает попасть во власть, он использует в какой-то степени довольно удачно длительное этническое разобщение, этническую трещину латвийского общества. Что было бы милее сознанию обиженного, отстраненного и долгие десятилетия незамечаемого представителя этнических меньшинств, как фраза Степаненко в президенты. Наконец-то, русскоязычная, к тому же женщина, вот вам и феминизм немножко подтянулся. То есть, таким образом, получается у нас довольно странная феерическая картина, которую можно описать великой цитатой из Великого Толстола, из романа Анны Карениной «Все смешалось в доме Облонских». Здесь тоже все, получается, смешалось в какой-то странный крикливый клубок популизма, который хватает из различных областей все что угодно, лишь бы только проникнуть во власть. Потому что вспомним, что те общинные группы и политики, которые считают, что они спасут наш мир, или они представят нам единственную правильную модель, они лгут. Это некоторые чары, которые на нас наводятся. Так функционирует популизм в любой стране, в любом обществе. Любой популизм – это прежде всего некоторые, скажем, попытки фокусника обмануть зрителя. Если у фокусника, настоящего профессионала, это ловкость рук и знание технологий, то и политики-популисты тоже знают технологии, каким образом мы можем реагировать на те или иные обещания. Потому что в основе нашей реакции всегда лежит какая-то проблема или дефицит. Старая боль, например, негражданин, то, что на протяжении 30 лет с трибуны Сейма, с сайтов и твиттера радикальных партий, которые включаются в правительство нашей страны, звучат оскорбляющие любого человека. Не вне зависимости от этнического происхождения фразы. Это фразы, которые выражают ненависть по этническому признаку и другим признакам. Это и определенная этническая фобия, и гомофобия, и так далее. Иными словами, довольно темно в помещениях Сейма, довольно темно в сознаниях политиков в коалиции, и в правительстве, и мы видим, что там нет и до сих пор никоим образом не происходит дискуссии о политической ответственности за разжигание межэтнической розни. Поэтому популисты, которые рвутся в следующий Сейм, а выборы не за горами, через год, и, в принципе, вот-вот начнется предвыборная кампания, потому что закончится этот локдаун, правительство с горем пополам, не неся политической ответственности, не пытаясь даже думать о том, что нужно было бы идти в отставку, каким-то образом вынырнет все-таки на поверхность, потому что и интенсивная вакцинация поможет, и, может быть, европейское сообщество тоже подтянется, если мы обратимся за помощью. Хотя надо сказать, что мы отнюдь не солидарны с Европейским Союзом в теме мигрантов, но очень быстро обращаемся к Европейскому Союзу за помощью, что тоже является некоторой формой лицемерия. Мы как бы выбираем некоторые вкусные конфеты из этой упаковки, остальные мы игнорируем. Так вот, именно потому что со всех сторон мы видим, что надвигаются силы популизма, я думаю, что нам стоит во второй части нашей программы, которая начнется после короткого рекламного перерыва, поговорить о том, а почему так мало людей прививаются, почему так много людей не доверяют власти, не доверяют, мне кажется, даже хронически. Попробуем оглянуться на прошедшие 30 лет нашей государственной политической культуры и посмотрим, в какой степени и какие грубые ошибки были совершены, которые привели сейчас в рамках этой пандемии к результатам, что люди во многом мстят правительству и политической элите за то, как политическая элита относилась к обществу на протяжении этих десятилетий, на протяжении неолиберальных реформ экономики, здравоохранения, социальных институтов и образования, почему получается, что эта трещина становится все более и более глубокой, становится уже даже некоторой впадиной. Вернемся через буквально несколько минут обратно в эфир и продолжим наши размышления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, мы вернулись обратно в студию. Уважаемые радиослушатели, напомню вам, что сейчас в рамках формата локдауна мы будем некоторое время общаться с вами через Zoom. Это программа «Зима близко», которая пытается в варианте соло выступления рефлексировать на темы, которые актуальны для современных политических процессов и общества в Латвии. В первой части программы я уже выразил свои некоторые концептуальные моменты и позиции на тему недоверия общества к власти, и я пытался говорить и о темах, которые связаны с популизмом, популизм, который нарастает, и популизм, с которым нам придется с вами встретиться во время парламентских выборов следующего года. И сейчас я предлагаю вам вернуться в далекое прошлое, в первую половину 90-х годов, когда латвийская государственность только восстанавливалась, после 50-летнего перерыва, после второй советской оккупации. Это те моменты, которые, конечно же, создавали очень важный политический фонд для развития дискуссий на тему нации. Для латышского эстеблишмента того периода, который, конечно же, состоял и из бывших функционеров советских структур, которые участвовали в принятии Декларации о восстановлении независимости 4 мая, для многих, кто приехал из зарубежа, так называемых зарубежных или латышей-мигрантов, это была прежде всего необходимость вернуть то, что было запрещено, исчезло, подделано и так далее. И это надо понимать как тогдашнюю политическую, эмоциональную, может быть, даже ментальную реальность политической элиты. Потому, не пытаясь оправдать это, я все-таки пытаюсь понять, что такое явление, как негражданин, которое, к сожалению, очень задержалось в Латвии, стало хроническим, и хронически, к сожалению, оказывать негативное влияние на развитие демократии в Латвии, в начале 90-х таков был результат и проекция политической культуры, политической элиты. Это мы принимаем теперь как, скорее, я бы сказал, материал из прошлого, как архив, как некоторое археологическое свидетельство начала 90-х годов. Такова на тот момент была политическая культура этой страны. Таков был геополитический контекст и прочие аспекты, которые, по сути дела, участвовали в рождении такого понятия, как негражданин. Не имеет смысла, это действительно бессмысленное занятие, сейчас проецировать свою обиду на прошлое. Проблема только состоит в том, что прошлое, к сожалению, довольно актуально. Исследователи памяти всегда считают, что прошлое очень актуально в настоящем. Оно никуда не девается, оно продолжает жить и продолжает влиять на нашу жизнь на данный момент. Что получается? Получается, что такое тогдашнее, в 90-х годах появившееся понятие, как негражданин, стало частью, я бы сказал так, биотопа латвийской политической реальности. Это понятие не исчезло, допустим, через 10 лет после принятия, через 20 лет не исчезло. И получается, что на протяжении этих десятилетий мы как общество росли и развивались, насколько мы развивались, другой вопрос, шли вперед с осознанием того, что у нас есть исторически легитимированная группа населения, которая не участвует в политической культуре, ни на каком уровне, кроме, конечно же, создания неправительственных организаций, то, что мы называем бедриба или общество. Но этого, естественно, мало, потому что гражданин, прежде всего, это тот, кто влияет на тех, кто потом влияет на него через правительственные структуры, а именно на выборы в парламент. Таким образом, так как это не происходит, то, естественно, там, где есть дефицит или есть некоторая фантомная боль, начинают появляться заместители, начинают появляться некоторые структуры, которые в какой-то степени становятся компенсацией того, чего в реальности нет, что не существует или чего нам не хватает. Таким образом, в начале 2000-х появились такие странные, скажем, объединения, как, допустим, парламентные граждане и так далее. Они, с одной стороны, были странными, потому что это, скорее, горькая оценка того, что происходило тогда в латвийском обществе. С другой стороны, нет ничего странного в подобных формах, в подобных субститутах или подделках, если можно выразиться, которые выражают коллективные эмоции тех, кто не участвует, кого игнорируют и кого забыли. Причем забыли, судя по всему, основательно, потому что, как я уже упомянул, темпы натурализации ничтожны, и нет никаких правительственных инициатив, которые поддерживали бы институт перехода в гражданство. Ну, конечно, не институт, пусть это будет школа гражданства. Напомню, кстати, что когда много-много лет назад, более 12 лет назад, закрывался секретариат по делам общественной интеграции, в котором я имел честь работать, то одним из последних наших проектов, которые, к сожалению, так и не реализовались, потому что нас разменяли как разменную монету в политических играх конца 2008-го, начала 2009 года, одним из наших первых проектов того последнего года был проект по созданию школ гражданства. Мы хотели помочь общественным организациям создать некоторый цикл проектов или, может быть, даже неправительственных организаций или своеобразных образовательных таких мероприятий, которые помогли бы людям преодолеть страх, недоверие, помогли бы сознанием или готовили бы просто людей к сдаче экзамена на гражданство. Увы, все это не состоялось. Таким образом, мы привыкли к тому, что неграждане, которых ассоциируют прежде всего с русскоязычной частью населения, потому что, например, с идилой атвийских ромов очень большое количество граждан, получилось, что мы к этому привыкли, и негражданин, ставший синонимом русского или русскоязычного, стал как бы привычной стигматизированной группой, к которой действительно все привыкли, никто особенно не удивляется и не собирается решать их проблемы. В свою очередь, те люди, которые воспринимали себя как неграждане, у меня довольно много эмпирического опыта на эту тему, поняли, что они, по сути дела, не нужны, и также решили, увы, во многом, мне кажется, это не очень длинновидно, но подобная эмоциональная реакция, понятно, они тоже решили повернуться спиной к власти, так как власть повернулась к ним. Вернулась надолго, я уже говорил о тех фобиях, о языке вражды, который буквально течет большим потоком из правительства и сейма, из твиттеров, депутатов коалиционных партий без какой-либо политической ответственности. В атмосфере, когда без политических последствий русскоязычного можно сравнить с вшами, можно бросить им укор в том, что они заполняют больницы и так далее из последних твиттеров национального объединения, мы видим, что по сути дела эта длительная ксенофобия имеет теперь свои печальные плоды именно в период ковида, в период пандемии, когда назовем это так в функционирующем обществе, в эффективном обществе, в небольном обществе, нестрадающем обществе, как мне кажется, можно было бы описать латвийское общество, в здоровом обществе есть некоторый консенсус между властью и обществом. Таким консенсусом мне удалось пользоваться и наблюдать за ним в Германии. Из-за этого периода пандемии приблизительно год я прожил в Берлине, и я наблюдал, как общество реагировало на первые месяцы пандемии, на немецкие локдауны, на немецкую политику вакцинации, и хотя там тоже присутствует довольное количество скептически настроенных людей, скептически по отношению к прививкам и к политике правительства, все же большая часть общества считает, что именно само общество влияет на политику, не влияет, а создает его. В нашем обществе политика это некоторая отдаленная зона, в которой не действуют силы гравитации, а действуют какие-то безумные, хаотические, какие-то маскарадные комбинации интересов разных коллекционных партий, за которыми конечно же стоят экономические интересы конкретных кругов, потому что я не заметил за последние 30 лет в латвийской политической элите то, чтобы мы назвали государственным мышлением, мышлением нацеленным на длительное стратегическое развитие, развитие экономики, индустрии, налоговой системы, ничего подобного я не заметил. В таких обстоятельствах консенсус, который, например, присутствует в немецком обществе, почти невозможен, потому что в основе латвийской политической культуры на данный момент лежит глубокое недоверие между обществом и политической элитой. Часть политической элиты не знает, как общаться с русскоязычными, которые никуда не исчезли, они не рассосались, они не уехали, как, может быть, кто-либо об этом мечтал. Они могли бы потенциально стать важной частью латвийского общества, и тем самым элементарно помочь и в консолидации этого общества, потому что те, кто уезжает, уезжают, как правило, на Запад, а не в Россию, потому что российская политическая культура чужда многим русскоязычным. Все-таки мы 30 лет развивались в худо-ли-бедно-ли-но демократическом власти 21 год назад. В этих обстоятельствах недоверие начинает создавать поле и пространство для всевозможных теорий заговора, теории, в которых выражаются не фантазии общества, фантазии были всегда. Общество всегда было эмоционально окрашенным, общество не идет массивно в библиотеки и не читает исследования, не ищет сноски или список литературы для того, чтобы создать свое мнение. Это физически невозможно, это был бы абсурд. А общество или, скажем, большинство населения, которые далеки от научного процесса, и это тоже нормально, реагирует в рамках своего эмоционального мира, своих знаний или отсутствия своих знаний или дефицита знаний, реагирует исходя из своего личного опыта. А личный опыт довольно суров и печален в латвийском обществе. Мы видели, что на протяжении десятилетий сокращалось финансирование на социальные нужды, сокращалось количество школ, детских садов, государственной поддержки семьям и так далее, и так далее. Мы видели, насколько быстро и в массовом порядке уезжают из Латвии специалисты, врачи и медсестры и все те, кто, по сути дела, на ком держится культура и пространство здравоохранения, потому что это были ничтожные зарплаты, это были отчаянные попытки каждый раз заставить себя услышать, это были довольно слабые до сих пор профсоюзы, которые не в состоянии лоббировать интересы тех, кто нанимается на работу, служащих. И тем самым мы видим, что оптимизация больниц, по сути дела, означало их закрытие, и мы во многом сейчас имеем то, что имеем, что несколько сот госпитализированных уже становятся буквально катастрофой и кризисом. И здесь, я думаю, что очень важно поговорить о том, что это не кризис, который вызван пандемией. Это кризис, в котором объемы пандемии невозможны для нашего общества, они слишком интенсивные, они слишком велики для десятилетиями ослабленной системы здравоохранения, системы социальной помощи, экономической политики, налоговой политики и так далее. Простите, что я так говорю, но пандемия нам просто-напросто не по силам и не по карману. Вопрос, почему? И здесь мы возвращаемся как раз к теме некачественной государственной политики, политики, которая некачественна в области законодательства, налогового законодательства. Спросите любого вашего знакомого предпринимателя, большинство из них скажут вам, что последние реформы, налоговые реформы, по сути дела, добивают еще живые предприятия и малый и средний бизнес. Многие переселились предприниматели в Эстонию и производителей, и тех, кто предоставляет услуги и так далее, и так далее. То есть мы видим, что полностью отсутствует политика рабочей миграции утопически для того, чтобы покормить националистическое сознание и националистические сны и мечты. Нам предлагается идея того, что уехавшие из Латвии, а в основном уезжали по экономическим критериям, вдруг услышат зов Родины, Родины матери, которая их зовет вернуться обратно, они приедут на те же, по сути дела, плохие социальные условия, на низкие зарплаты, на низкую культуру работодателей и так далее, и так далее. Они отзовутся, вернутся, и тогда наш рынок труда наполнится качественными специалистами. Это абсурд, это иллюзия, это обманка, обманка для, по сути дела, для того, чтобы самим кормить свой собственный мир националистических иллюзий. К счастью, реальность далека от этого, и реальность всегда в этом смысле отомстит тем, кто ее не замечает. А наше правительство, которое, по сути дела, просто-напросто перетасовывание карт различных партий с приходом и уходом определенных, скажем, новичков из этой категории или тех, кто громче крикнет перед выборами и очарует часть нашего нервозного электората, это одни и те же люди. И это одно и то же принципиальное непринятие глобальной реальности, реальности рабочего рынка, реальности глобальной экономики, где нужны мигранты, нужны те самые беженцы, против которых сейчас министр внутренних дел упорно строит стену с колючей проволокой и бетоном. Все это во многом вопреки реальности или против реальности. И понятное дело, что мы возвращаемся в данном случае к ситуации, которая показывает, что пандемия это не кратковременный жестокий кризис, а это вирус, который попал на, если мы можем так выразиться, на ту почву, в которой, увы, не содержится полезных веществ, а это, скажем, некоторая выхолощенная зона, где в Латвии не существует ни длительной экономической и налоговой политики, ни политики рабочей силы или рабочих рук, ни политики интеграции этнических меньшинств, ни уважения и политики включения этнических меньшинств в информационное пространство. По сути дела, это длительное отчуждение друг от друга, это недоверие, которое было подстегнуто к тому же еще референдумом 12-го года, это взаимные опасения и недоверие, которые, увы, распространяются среди интеллектуальной элиты латышского населения. Я не вижу в современном, скажем, творческом дискурсе тех людей, которые взывали бы как художники, политики к общему, к консенсусу, к участию, к интеграции, к тому, что мы называем социальным включением. Все это, к сожалению, молчит, и пространство интеллектуалов, которое во многом создавало третью акмаду в конце 80-х, сейчас либо самоизолировалось, либо слишком зависит от государственной политики и начинает заниматься самоцензурой. Именно поэтому в латвийском обществе из-за подобных этнических разделений и этнических границ мы во многом слишком подвержены еще одному вирусу, вирусу популизма, который, как я уже сказал, не знает этнические границы, может говорить и на латышском с акцентом, или на русском языке без акцента, но так или иначе это будет один и тот же общий язык примитивных, вульгарных идей, яркой мишуры, фольги и всевозможных бликов для того, чтобы нас, как детей, очаровать. Но я должен сказать, что это прежде всего является угрозой стабильности политической культуры и демократии, потому что именно популисты строят свои тезисы на исключении другого и неважно, кто это другой. Одинокие матери, пенсионеры русскоязычные, представители ЛГБТ или мусульманин-студент, неважно, выберите любого из этого списка, этот другой всегда найдется. И этот другой будет источником псевдоопасности, потому что она в какой-то степени симулируется, стимулируется для того, чтобы удержать в своих руках символический политический капитал. Во всем этом, конечно, мы играем, как избиратели и неизбиратели, довольно важную роль, потому что мы все не без греха, каждый из нас, кто поддается на подобные идеи, быстро рассказать всем сказку и всех осчастливить. Это не произойдет, и мы только потеряем время, потеряем силы и ресурсы, и общество станет еще более нетерпимым. Так вот, возвращаясь к пандемии, в период, когда за эти четыре недели очень важно спасти каждую жизнь, и, к сожалению, из-за преступных промедлений правительства и особенно министра здравоохранения многие люди уйдут из жизни, я считаю, что нужно остро поднимать вопрос о политической ответственности правительства. Сейчас эти четыре недели покажут дееспособность или не дееспособность правительства, но я думаю, нам, после того, как мы преодолеем это тяжелое время и период, нам нужно будет естественно думать о том, как жить дальше. И вот здесь как раз должно открыться и второе дыхание, должно быть найдено и время, и пространство для того, чтобы мы, как общество, пытались выяснить, куда мы идем дальше, что делать с негражданами, каким образом менять отношение к мигрантам, нам остро нужны рабочие руки для создания новой своеобразной зеленой реиндустриализации этой страны. Обо всем этом, как мне кажется, в некотором таком шизоидном сне я уже говорил многие годы и продолжаю об этом говорить, увы, не видя никаких доказательств изменения ситуации в реальности. Так или иначе, полагаю, что нам самим придется задавать эти вопросы себе, и мы будем продолжать задавать эти вопросы в гостях, когда мы будем приходить в гости в студию Болткома с экспертами, с представителями науки, с представителями творческой интеллигенции, вне зависимости того, какого этнического происхождения эти люди. Пока что мы продолжим наши беседы в подобном формате, я хотел бы еще раз обратиться ко всем тем, кто сейчас колеблется или боится прививаться. Я сам привил с Астра Зенека, я понимаю, что это никакой не уникальный пример, но расскажу только о том, что эти несколько месяцев я понял, что есть целый ряд действительно возможностей ощутить снова свободу и передвижения, и общения, и похода в театр, и посещения различных культурных мероприятий, так или иначе у меня не выросла ни третья рука, ни вторая голова, насколько это можно видеть в эфире, и Билл Гейтс не звонил мне, никаких чипов мне не поставили, и никто мной не руководит. Все то, что я сейчас здесь говорю, это свободный поток мыслей и размышлений вслух без каких-либо ограничений и цензуры. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, все-таки использовать этот шанс, хотя бы для того, чтобы ваши дети и внуки могли снова вернуться в школы, чтобы вы сами могли посещать театры, кинотеатры, или просто-напросто общаться с другими людьми и выйти из изоляции, которая для каждого из нас является очень тяжелым испытанием. Я надеюсь, мы это преодолеем. Я хотел поблагодарить моего коллегу Евгения за обеспечение технической стороны нашего эфира. Благодарю вас за то, что слушали мои размышления. Повторю еще раз, что через несколько недель обязательно мы вернемся в формат общения с вами по телефонной линии. На данный момент желаю вам приятных выходных, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких и до самой скорой встречи. До свидания.